В Омске разыграны медали международного турнира по баскетболу среди ветеранов в памяти олимпийского чемпиона Ивана Дворного. Не остался без набранных очков и депутат Законодательного собрания Омской области от КПРФ, выпускник спортивной школы Олимпийского резерва по баскетболу Константин Ткачев. На этот раз он усилил сборную Новокузнецка. Ветераны омского баскетбола по-товарищески усилили сразу несколько приезжих команд. Тем не менее, сборная Омской области сумела завоевать медали. На этот раз бронзовые. В финале встретились Томск и Новосибирск. Последние, к слову, имеют богатый международный опыт, являются чемпионами и многократными призерами первенства России среди ветеранов, участниками первенства мира. Томск тоже мастеровитый, но на этот раз им не хватило скамейки. Я в баскетболе уже 33 года, лично я 33 года, и поэтому это можно назвать семьей, причем семьей из друзей, которых рад видеть, которых некоторых людей знаю лет 25-30. Самые приятные впечатления, эмоции, их невозможно описать. И их ни на что не променяю. Мы за свою карьеру еще не наигрались в баскетбол? А пока еще есть порох в ягодицах, буду бегать. Новокузнецк занял пятое место, пропустив вперед еще и Северск. Все матчи проходили в жаркой борьбе, ведь на площадке игроки, имеющие опыт выступления за клубы высшей лиги и даже суперлиги. Абсолютно для всех, кто выходил на площадку, баскетбол – главный вид спорта, независимо от возраста и мастерства. Для этих парней это лучшая игра с мячом на свете. Для меня самый ключевой фактор – это, что могут люди собраться, несмотря ни на что, приехать и поиграть в любимую игру. И именно ветеранский, но тут уровень запредельный, хороший уровень, только положительные эмоции.